Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне 19 лет, в начале этого лета рассталась с парнем. К слову, встречались полгода. Рассталась в полглупости и послушала свою подругу. Она часто говорила много мерзких вещей про него. Неоприцаю, что приняла решение. Я и обидела своего молодого человека, тоже я. 9 сентября я извинилась перед ним, и мы приняли решение вновь в сайте. Работаем над отношениями более усердно. Мы с ним договорились, что все переживания будем обговаривать. И вот у меня был и страх, что он поступит со мной так же и решит бросить в отместку. Ведь тогда я ему сделал очень больно. Я с ним говорил, он всё понял и ответил. Я уважаю твоё время и твои чувства. Не переживай, ничего такого не случится. У меня не покидают мысли, а мои ошибки часто прокручивают в голове. Подскажите, как избавиться от такой паранойи? Ну что же, здесь есть несколько важных моментов, на которые, как мне кажется, нужно обратить ваше внимание. Во-первых, то что вы, получается, послушали свою подругу, на мой взгляд, не было случайно. Вы её послушали из-за определённых вещей, из-за определённых ситуаций, если видно. То есть, вы послушали свою подругу не просто так. Вы послушали свою подругу, потому что, вероятно, у вас уже были какие-то страхи. У вас уже были какие-то переживания, у вас уже были какие-то сомнения, видимо, относительно, ну вот, вашего молодого человека, судя по всему. Вот, иначе бы вы, конечно, конечно, так не сделали бы. Я сейчас не говорю о том, что вы поступили неправильно, бросив своего парня, расставшись с ним. Я говорю о том, что вы поступили так почему-то. То есть, вы сейчас игнорируете, вы называете то, что вы сделали глупостью, но я с этим не могу согласиться. Я не могу согласиться с тем, что вы щипяете этой глупостью, потому что то, что вы сделали, это было продиктовано, ну, вашим, скажем так, состоянием. Вот, и, на мой взгляд, игнорировать это не самая лучшая история. То есть, вот то, что вы сейчас обесцениваете свое решение, говорит о том, что вы обесцениваете себя в этом смысле. Да, может быть, вы не хотели своего парня бросать, это правда, и, может быть, у вас есть к нему чувства, это правда. Но то, что вы, условно говоря, как-то, получается, поверили своей попруге, да? Да, вот, у этого есть причины, у этого есть основания, у этого есть какие-то аргументы. И вот это необходимо увидеть. Возможно, вас всё-таки, молодой человек, на самом деле, чем-то не устраивает. Возможно, ваш молодой человек вас чем побеспокоит, привозит, так далее. Вот. Ну, в частности, например, речь идёт о том, что вы говорите про мерзкие вещи. Вот. Хотелось бы, конечно, как-то понять о каких мерзких вещах идёт речь. Что это за мерзкие вещи, почему они мерзкие и так далее. Вот. И, соответственно, проживание вот этих вот аспектов, проживание мерзкости, как бы, очень важно. Следующий момент. Вы говорите о том, что, мол, обидели своего парня. Вот. То есть, ну, вы пишите, что обидели его. На мой взгляд, это не совсем так. В смысле того, что не можете вы в этом смысле никого обидеть. Ну, серьёзно, вы не можете никого обидеть. А если человек обижается, то это его ответственность. Если человек реагирует так, как он реагирует, это его ответственность. Вы здесь занимаете ту позицию, которой вы занимаетесь. Позицию виновата только потому, что вы игнорируете свои мотивы поступить так, как поступили. Это и является, по моему мнению, основной проблемой. То, что вы берёте на себя ответственность больше, чем это необходимо. То есть, вы берёте ответственность за то, что не является вашей ответственностью. Хотите вы этого или нет? Это очень важно. Поэтому здесь важно обратить внимание на личные границы. Ваши. То есть, насколько вы отграничиваете себя от своего парня. Вот. Вероятно, вас это тяготит. Вероятно, это одна из причин, почему вы решили поверить своей подруге, которые говорили про него всякие мерзости. Да, кстати, кстати, кстати. Для чего она это говорила, вы узнали? Да. То есть, в чём, как бы, её цель была, почему она так хотела, чтобы вы расстались с молодым человеком. Дальше. Вы пишете о том, что боитесь вместе. Ну, во-первых, идея с местью проистекает из вашего отношения к справедливости, в частности, и из вашего пряпения за него, то есть, вот, вы, как бы, прячетесь, получается, за справедливость или несправедливость. Чтобы оправдать некоторые свои решения. Да, тут нужно постараться увидеть, что это за решение, но чаще всего за несправедливостью прячется нежелание нести ответственность, то есть, нежелание отвечать. Принимать последствия своих действий, своих решений, своих поступков. Вот. Когда это происходит, человек прячется за несправедливостью, потому что там, где есть несправедливость, там я являюсь жертвой, и от меня ничего не зависит. Позиться довольно удобно. Дальше. Вы говорите о том, что сделали своему молодому человеку очень больно. Но при этом он вам отвечает очень сдержанно. То есть, он как бы говорит, что да нет, ничего такого не будет, все нормально. То есть, вот есть ощущение, что либо он не говорит вам своих чувств, либо вы переносите на него, скажем так, свое, собственно, отношение. То есть, вы приписываете ему то, что чувствуете сами. То есть, вы, например, понимаете, допустим, что вам было бы больно, если бы вас бросили. И вы говорите, мол, 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 молодому человеку очень больно. Ему может быть больно, но все люди по-разному это проживают. И совершенно не так, что ему больно так, как больно было бы вам. Так вот, вы боитесь с местью и за наказанием. То есть, вы считаете себя достойным наказанием. Наказываете вы себя, потому что запрещаете себе право на ошибку. Запрет на ошибку проистекает, как правило, из завышенных требований к себе. То есть, ваши требования к себе завышены, несколько оторваны от реальности. И, по-видимому, к вам особенного отношения не имеют. Ну, в смысле, того, что это не совсем про вас. Это про требования к себе, да, но не про вас. Соответственно, эти требования к себе нужно пересмотреть. Вот. И немножечко изменить под диагноз, под ваши собственные ценности. То есть, насколько эти требования соответствуют, ну, как бы тому, что считают важными вы сами. Вот. И насколько они реалистичны. То есть, это все вот такая история про, ну, out aggressive. Вот это история про то, что вы себя как-то вот стремитесь наказать. То есть, вы себя прям вот натурально наказываете. Вот. А с этого нужно обходить. Дальше. Вы пишете о том, что с молодым человеком вы поговорили, делиться своими переживаниями. Вот. И он вам отвечает, что как бы ничего, все в порядке и так далее. Он немножко лукавит насчет того, что он говорит про уважение. Но он лукавит не потому, что вас обманывает. А, просто не говорит. А, нет. Он лукавит именно по даму. А, на мой взгляд. Просто не говорит. А, не говорит вам? О своих чувствах. Вот. То есть, он не рассказывает вам о своих, ну, переживаниях. по сути. Ну, вот. К, ну, к моему большому сожалению. То есть, если вы договорились о том, что вы делитесь своими чувствами, да, если вы договорились об этом прямо, я должен констатировать, что то, как вам отвечает мужчина, ну, несколько не является, не является тем, что, по крайней мере, декларируется. И вполне возможно, что ваша реакция связана как раз-таки с тем, что вы не чувствуете от него, ну, вот, той реакции, той обратной связи, которую хотели бы. То есть, не ощущаете его, ну, выражение им, его чувства. Сказать ему об этом, например, вы не можете, потому что у вас есть, ну, опять же, допустим, у вас есть чувство вины. И вообще, вы считаете, что, ну, вот, на данный момент, да, он, как бы, ну, верный, потому что вы его там бросили и т.д. и т.п. Опять же, поправьте, поправьте меня, если я ошибаюсь. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь, ну, вот, так это выглядит. То есть, вам в данном случае, как будто бы, не хватает уважения. Уважение как к своему решению, каким бы оно не было, так и уважение к решению вашего партнера быть с вами. Плюс ко всему, на мой взгляд, имеет место быть то, что вы, ну, по-видимому, боитесь астасадно. То есть, вы боитесь, что молодой человек вас бросит. Со страхом одиночества, на мой взгляд, нужно работать, потому что это определенный внутренний конфликт. Ну, вот, именно конфликт, ну, между вами, так сказать. Не между вами, а ваш конфликт с самой собой получается. То есть, как-то вот вы внутренне находитесь в противоречии и непринятии себя, так скажем. Вообще, это выглядит довольно логично. То, что, ну, то, что вы себя не принимаете, например. Потому что, то, что я сказал ранее, довольно хорошо вплетается в эту концепцию. Конечно, здесь вам решать. Конечно, здесь только вы решаете. Ну, согласны ли вы с этим или нет. Но, на мой взгляд, все более чем очевидно. Вы тревожитесь, вы боитесь, у вас есть сомнения как в собственной ценности, так и в том, насколько вы ценны для своего партнера. Я, кстати, думаю, что именно по этой причине вы и поверили в свои подруги. Вот, что вы поверили в то, что молодой человек вас как-то вот не ценит. Вы поверили в то, что молодой человек вас использует. Вот, и как-то вот поддались, если можно так выразиться, поддались своему страху. Вот, и как бы вернулись вы к своему молодому человеку, вероятно, так же и страх остаться без него. Вот, такая вот история. Ну, я хочу сказать, что многое из того, что мной было озвучено, является предположением и догадками. Прошу не относиться к этому серьезно, то есть как к какой-то истине в последней инстанции. Но, на мой взгляд, вам нужно подумать в контексте того, что из этого может быть правдой. Вот, понимаете, да? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи! Обращайтесь! Обращайтесь! Обращайтесь!